Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». В сентябре этого года состоятся выборы в Гордуму, события, о котором всегда есть что сказать. Сегодня мы пригласили в гости заместителя председателя избирательной комиссии Рязанской области Владимира Михайловича Грачева. Добрый день, Владимир Михайлович! Добрый день, Олеса! Давайте сразу начнем с нюансов. В чем особенность данных выборов? Они есть? Безусловно, есть, и они для нас, в общем-то, впервые. Первое, то, что у нас в этом году будут проходить выборы не традиционно осенью или, как мы привыкли, весной, в марте месяце, а второе, в воскресенье, сентября. То есть, 8 сентября мы, избирательная комиссия Рязанской области, все другие комиссии, приглашают, призывают всех избирателей Рязанской области принять участие в выборах. Сама выборная кампания тоже имеет большую специфику по территориальности. У нас в этом году будут проводиться почти что 351 избирательная кампания, состоящаяся из выборов депутатов сельских, городских поселений, также четырех районных депутатов и двух городских округов. Это город Скопин и город Рязань. Город Рязань – это большой мегаполис, мы полагаем, в Рязанской области. И выборы в этот мегаполис будут очень интересны, потому что они будут проходить традиционно по смешанной системе. Одновременно законодатель ввел определенные инновации в эти положения, которые, в общем-то, на взгляд депутатов областной думы, которые принимали этот закон, эти поправки полагают, чтобы усилить роль политических партий, которых, в общем-то, у нас достаточно теперь много. Изменения больше коснутся все-таки самих депутатов или тех, кто будет их выбирать? И, кстати, как будем выбирать? То есть у нас традиционно есть самовыдвижение и выдвижение от партий. В этом году в соответствии с федеральным законом есть преференции политическим партиям. То есть если вы идете от политических партий, то вам подписи избирателей не нужно собирать. Это плюс или минус, чтобы сразу понимать? Конечно, да. Это большой плюс, потому что политическая партия сразу же вступает в избирательный процесс. То есть ей не надо затрачивать определенную энергию, финансовые средства для сбора подписей. Хотя со сборами подписей с количеством тоже есть определенные послабления. То есть раньше у нас закон позволял устанавливать до 2% от численности округа какого-либо. То теперь только до 0,5%. Не только до 0, а просто установлен единый 0,5%. Чувствуется какой-то подвох. Может быть, я как журналист так мысляю, но мне в этом что-то не нравится. Объясните, почему у меня такое чувство возникло? Ну, в общем-то, это может быть у вас чувство от того, что... От недоверия к депутатам, думаете? Нет, да. Может быть, от того, что вы привыкли, что вас все кто-то хочет обмануть. Я полагаю так, что и самовыдвиженцы, в общем-то, вернее, лица от партии, например, могут идти самовыдвиженцами, чтобы еще раз, может быть, пройти через горнило мнений избирателей. Потому что, особенно если чувствует, что у него есть поддержка. Ну, пример, например, господин Собянин, который сейчас сидит. То есть и там, и там? Да, это позволяет. Нет, почему? Это дает, в общем-то, определенное преимущество. Есть решения какие-то есть сейчас? Обычно их бывает немало на любых выборах. Как правило, уже на предвыборной кампании видно, где кто как себя ведет. Вот сейчас как кандидаты себя ведут? Вот за эту неделю всего 18 кампаний только объявлено. Поэтому вот сегодня, вчера, вчера должна быть основная масса, которая назначит эти выборы. А 19-то уже, в общем-то, они должны прекратить. Поэтому каких-либо сейчас вот нарушений с точки зрения избирательного процесса пока нет. Ну, я так думаю, что первоначально у нас стадия это нарушение в части оформления документов, которые нужны для подачи заявлений для выдвижения. Нет. Я просто еще хотел дополнительно сказать, что у нас одновременно проходят еще и дополнительные выборы депутата областной думы. Мы будем избирать депутата областной думы по 8-му избирательному округу. Это Сасовский так называемый округ, куда входит город Сасово, район Сасовский, Ермишинский и Кадамский район. Не много ли нагрузки на само население? Очень много вот этих ответвлений все же нужно узнать. И, кстати, как избирателям познакомиться с кандидатами, чтобы уже точно знать, кто для чего и что обещает? До регистрации, то есть сам момент выдвижения, это примерно занимает 30 дней, ну, 35 дней, сам кандидат, а также средства массовой информации доносят определенную информационную составляющую до избирателей при помощи радио, телевидения, газеты. Все-таки сентябрь. Мне хотелось бы спросить, а насколько оценивается активность в этот период горожан? Все-таки кого-то еще нет. Кто-то улетел отдыхать, кто-то, может быть, на даче, кто-то повел ребенка. Ну, в принципе, середина сентября, это уже, по сути дела, как раз-то, в общем-то, все приезжают с отдыха. Весь вопрос вот сам агитационный... Возможно, не успевают послушать рекламу, о которой мы с вами говорили. Как тут с этим тоже. Вот здесь, в принципе, законодатель тоже продумал, потому что активная часть агитационная через средства массовой информации у нас начинается за 28 дней. До дня голосования. Подготовка участков будет тоже за эти 28 дней или уже сейчас начинается? Да. Подготовка участков, она, в общем-то, у нас сейчас идет постоянно. А сами участковые избирательные комиссии в этот раз, они начинают работать попозже, чем традиционно раньше. Потому что они уже у нас с вами созданы. Это вот есть еще одна особенность. В этом году участковые избирательные комиссии мы не избираем. Они у нас постоянного действия. Как раз вот люди в конце августа и до конца, до последнего дня получат самую такую интенсивную информацию о всех. Ну, а традиционные способы, листовки, газеты, различные в городе... Вопрос. Будут ли веб-камеры наблюдать за процессом? Сейчас это очень актуально и, как правило, такие нарушения выявляются с помощью них. Веб-камеров в эту избирательную кампанию не планируется. И почему? Потому что веб-камеры законом прямо не устанавливаются, их обязательность. Веб-камеры требуют очень больших финансовых затрат. Это понятно. Поэтому, если те компании, которые были в президентскую, это федеральная компания, а также губернаторская компания, если вы помните, 2013 года, это тоже было из федерального бюджета. Поэтому нагрузка на областной бюджет, и особенно в этот раз даже нагрузка больше на муниципальные бюджеты, поэтому для муниципального бюджета, конечно, это очень непросто создать, оплатить. И сама техническая сторона выглядит очень достаточно сложно, потому что все эти услуги, они идут через закон 94, через аукционные законы. То есть, тут еще неизвестно, какая компания может выиграть, и как она будет потом обслуживать. Потому что такая задача, в общем, в тот раз была поставлена перед Министерством связи Российской Федерации. Это очень высокий уровень, не только профессионально, но и ответственности. Поэтому в этом отношении, ну мы, во всяком случае, в этой компании пока такой плановости нет. А зато будут традиционно у нас применены на 55 участках технические средства, КАИБы, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Может, вы помните, это сканерное устройство. То есть, вы опускаете лист не традиционно туда, в щель, а как бы в сканер. Он считывает и сразу же обрабатывается результаты. И после этого участковая комиссия не сортирует традиционно. Не проводит ночь за бумажками. Считает, спорит, кричат друг на друга наблюдатели. А сразу же выдает бюллетени, спорить нечем. Будем надеяться на честность и тех, кто выдвигается в депутаты, и тех, кто будет их избирать. Мы, к сожалению, привыкли думать, что наш единственный голос мало что решает. Стоит попробовать, чтобы узнать наверняка. Это была программа «Семь минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова